Заволжский район Твери по утрам встаёт в плотной пробке. Одна из причин, по которой затруднён проезд – автомобили, припаркованные вне всяких норм и правил. Однако помимо нарушителей, причиной заторов, как считают сами водители, становится светофор. О том, как борются с заторами на дорогах, разбирался наш корреспондент. Улица Горького утра не всех водителей смущает занятой парковочный карман у магазина. Закрыть выезд этим автомобилем и заодно занять часть активной полосы, владельцы иномарок идут на это, лишь бы не ходить далеко. Смелость заканчивается тогда, когда появляется инспектор ДПС в сопровождении журналистов. Обладатель иномарки отвечать на вопросы журналистов не захотел. Пытался спрятаться за стеклом, но от правил дорожного движения и от наказания за их нарушения даже в собственном автомобиле не скроешься. Разговор с инспектором тоже не клеился. В ход вошли аргументы. Я инвалид. Что вы? Инвалид. Ну, при чём. По какой причине вы оставили машину? Что вы, инвалид? Инвалидом мы решили оставить машину от второго ребенка. Однако, никакой статус не даёт права автомобилисту включать аварийку и идти по своим делам, бросив транспортное средство. К слову, часть территории небольшого, уже занятого парковочного кармана умудрились оккупировать сразу несколько автомобилей. А почему проигнорировали? Ну, не проигнорировали. Я жду жену, она пошла к следователю. Думал, можно, оказался нельзя. Автомобилисты, бросая своих железных коней, где придётся, вряд ли берут в расчёт, что их имущество мешает полноценному движению. В частности, брошенные в полосе автомобили препятствуют подъезду автобуса к остановке. Сразу два работающих эвакуатора утром в часы пик убавили смелость отчаянным автомобилистам припарковаться под знаком на соседней с улицей Горького Комсомольском проспекте. Там также активно ведётся борьба с горе-парковщиками. На территории города Твери регулярно проходят профилактические мероприятия с использованием средств эвакуации ЦОДД. Это рейдовые мероприятия. Также ежедневно в рамках отработки жалоб и заявлений граждан сотрудники ДПС выезжают на места массовых скоплений, соответственно, проводят эвакуацию транспортных средств, нарушающих правила дорожного движения. Чем ближе припаркуешься, тем больше шансов, что будешь дольше добираться до дома на маршрутке и искать своего железного коня на платных стоянках. На Комсомольском проспекте, по словам автомобилистов, и без парковщиков есть проблема. Светофор, который, как считают водители, каждое утро становится причиной длинного затора. Зеленый здесь горит всего около 20 секунд, зато красный больше двух минут. Нужно больше делать времени. А почему? Потому что не успевают проехать. Видите, пробки со всех сторон. Одинаково должно быть. Если здесь 135, и там 135. Если был бы разнозначный, то можно. Разрешающий горит всего 20. Этого же недостаточно. Недостаточно. А сколько было бы достаточно, на ваш взгляд? 60. Ну, на самом деле, сейчас стало хуже. Ну, как сказать-то. Раньше было более... Ну, проходимость лучше была. А сейчас они сделали больше паузу вот эту на красный. И поэтому, мне кажется, хуже задержка. Вы считаете, нужно побольше времени, да? Да. Сейчас, когда пойдет школа, оттуда поедут мамами. Да. Очень будет много. И поэтому вообще будет не проехать. Автомобилисты, чей путь на работу лежит через этот двухминутный светофор с содроганием, ожидают сентября, когда поток машин станет еще гуще. В городской администрации обнадеживать не стали. Пояснили, что этот сложный транспортный узел ждут кардинальные изменения. Уже перенесли остановки, убрали пешеходный переход. В скором времени будет нанесена разметка. Светофор тоже будет перенастроен. Насколько станет короче красный и длиннее зеленый, пока неизвестно. Ориентироваться в первую очередь будут при настройке прежде всего на то, как безопаснее.